Приветствую вас и, возможно, детские психологи дадут более адекватный ответ на ваш вопрос. Но я, со своей стороны, могу сказать только то, что, видите ли, тот факт, что ребенок в 13 лет спит со своей мамой сам по себе ничего не значит. Дело в том, что это имеет значение только в том случае, если ребенку это действительно мешает развиваться. То есть, если ребенок привязан к маме, если ребенок не самостоятельный, если ребенок не способен сам принимать решение, когда это непосредственно касается его, если мама не отпускает ребенка, эмоциональная привязанность к нему, то вот в этих случаях, конечно, можно говорить о том, что развитие ребенка тормозится. Но, как вы, я надеюсь, понимаете, дело здесь не в том, что спит она с мамой или нет. Дело здесь в том, как мама воспринимает своего ребенка. Именно, как она его воспринимает. Потому что, если она воспринимает ребенка, как, скажем, по-прежнему, ничего не умеющего, по ее мнению, не самостоятельного, опять же, по ее мнению, субсубъекта, то, если она воспринимает ребенка именно так, то развитие ребенка замедляется. Но, при этом, нет никаких оснований считать, думать, предполагать, что дело только в этом. В том, что ребенок спит, он может с мамой спать, но при этом быть самостоятельным и решать все за себя, он может с мамой спать, но при этом быть самостоятельным и действовать так, как хочется ему. Он может быть самостоятельным, то есть он может своей мамой не спать, но при этом он будет от нее зависеть так сильно, что раздельные места отдыха, места сна, не дадут абсолютно ничего, ничего. И этот момент нужно учитывать. Обязательно учитывать, если вы действительно хотите помочь ребенку. Своему, ну, не с моему, а вот сестре. Двою. Вот. То есть, понимаете, проблема в этом, то, что не место ночлега влияет на то, насколько смертательный ребенок. На место на смертательность влияет отношение матери к ребенку. Подражание ребенка матери. Ну, то есть, например, в чем ребенок подражает своей матери, в чем он пытается, допустим, выть на нее в походе. Ну, например, например. И вот это, вот именно этот момент, он является главным. Если мама относится к ребенку как к ученику, которого нужно постоянно вставлять, которому нужно постоянно, там, не знаю, помогать, которому нужно постоянно что-то, которому нужно от всего уберегать и так далее. Ну, это уже одно, и ночлег здесь никакой роли не играет. Если ребенок с матерью спит, но при этом, простите, у него своя жизнь, у него там свои друзья, у него своя жизнь, и он вообще делает только то, что ему нравится, и у него, там, в общем, есть самостоятельность, да, в жизни, то какая разница, с кем он спит. Ну, он пришел, поспал, поспал и ушел. То есть, как бы, непонятно для чего придавать такое значение именно тому, что ребенок спит с мамой. То здесь, если вы считаете, что у ребенка есть проблемы с самостоятельностью, да, например, например, если вы считаете, что у ребенка есть проблемы с самостоятельностью, то можно с мамой поговорить о том, чтобы она отношение свое к нему изменила, да, к ребенку. Можно поговорить о том, чтобы она постаралась как-то иначе к нему относиться, чтобы она, например, давала ему больше свободы, например. Это вот куда более, куда более правильное и куда более адекватное поведение. Понимаете? А тут и говорите вы по поводу сна, что вот пыталась найти в интернете компетентную информацию на тему того, почему это начнет развитие ребенка в подростковом возрасте. и не наш мир, как я понял, потому что это не ключевая особенность. И, значит, только, только вот и, только тот факт, что ребенок спит со своей мамой, ни в коем случае не может доставить, например, женщину, там менять жилищные условия, потому что это слишком дорого. Она, я уверен, сама бы поменялась жилищные условия, если бы у нее была возможность такая. Но она этого не делает. Значит, возможности нет, скорее всего. Понимаете? И, если возможности нет, то вряд ли, вряд ли информация о том, что это вредит развитию ребенка, что они спят вместе, наставить маму менять жилищные условия. Потому что она скажет, а что конкретно? Вот, не видели только сон. Поэтому здесь, я думаю, стоит обратить внимание на более, такие, серьезные моменты, на более серьезные вещи. Далее, вы говорите, что он, значит, так, тети, который, значит, не эксперты, а не моего тети, которая, возможно, сможет побудить ее пойти на изменения в делительных условиях. Понимаете, если тети вас сама об этом не просят, в том, чтобы вы дали ей эту информацию, то, скорее всего, она ей не нужна. Понимаете? И, если вы хотите помочь сестре, вы можете сами, во-первых, проводить с ней больше времени, сами давать ей свободу, чтобы сестра почувствовала эту свободу, и чтобы она захотела спать отдельно, и сама уже предложила бы это маме своей. Вот это было бы действительно выходом из ситуации. Это было бы действительно хорошим вариантом для вас. потому, потому, что нет ничего хуже, чем пытаться помочь тем или тому, кто этого вообще не хочет. Вот. Так что, я думаю, я думаю, что именно так вот можно вам ответить на вопрос здесь. Я думаю, что фамилия Гиппенрейтер, Анна Борисовна, по-моему, Анна Борисовна, Гиппенрейтер, об этом бесит добром, об этом, как общаться с детьми. Вот. Это, конечно, не не совсем то, чего хотели бы вы. Не совсем то. Но с другой стороны, раз вы это не нажали в интернете, значит, наверное, наверное, для этого были основания, согласитесь. и я так же считаю, что все дело не в том, не в том дело, с кем скрыть ребенок. Дело в том, как к нам относиться. Вот. Так что, пожалуйста, потратить вот себе на на эти вопросы ответить, которые я задам. Постирайтесь подумать, возможно ли для вас использование того, о чем я сказал. Вот. И если вы реально заботитесь о сестре, то помогите ей. Помогите ей. Подтолкните ее. Если мама действительно петру подавляет по-вашему мнению, то в первую очередь нужно сказать и о том, что не в том, кто с кем ночует дело, а в том, какое место ребенку отводят. Вот это важно. Действительно важно. на этом все. Надеюсь, помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удержи. Спасибо. Спасибо.